Майк Мак Калум, родился 7 декабря 1956 года, Кингстон, Ямайка, он бывший профессиональный боксер с Ямайки, выступавший с 1981 года по 1997 год. Он провел чемпионаты мира в трех весовых категориях, включая титул в ба суперсредний вес с 1984 по 1988 год, титул в ба в среднем весе титул с 1989 по 1991 год и титул WBC полутяжелый вес с 1994 по 1995 год. Ловкий, сильный техник на ринге, Мак Калум был известен благодаря его исключительно прочный подбородок и стойкость, и его никогда не останавливали ни в одном из пяти поражений. Он получил прозвище «Охотник за телами» из-за его способности наносить яростные удары телом в драках. Мак Калум был занесен в Международный зал славы бокса в 2003 году. В 2011 году журнал The Ring поставил его на восьмое место в своем списке 10 лучших обладателей титулов в среднем весе из последних 50 лет. 1974 год соревновался в полусреднем весе на чемпионате мира в Гаване, проиграв третье место. Раунд техническим нокаутом Клинту Джексону из США. 1974 год выиграл серебряную медаль в полусреднем весе на играх Центральной Америки и Карибского бассейна 1974 года. 1975 год представлял Ямайку на 1975 панамериканские игры в Мехико. 1976 год Ямайка выступала в полусреднем весе на Олимпийских играх в Монреале. Результаты были следующими, побежденный Дамгин Дживенбанди, Монголия, очков побежденный Роберт Дауэр, Австралия, очков проиграл Рейнхард Скричок, Западная Германия, очков 1977 год национальный чемпион ООО в полусреднем весе, победив Марлона Старлинга в полуфинале и Роджера Леонардо из ВВС в финале. 1977 год Национальные золотые перчатки чемпион в полусреднем весе 1978 год выиграл золотую медаль в полусреднем весе на Центральноамериканских и Карибских играх 1978 года. 1978 год Золото в полусреднем весе медалист игр Содружества в Эдмонтоне, Канада. 1978 год Выиграл золотую медаль в полусреднем весе на Центральноамериканских и Карибских играх 1978 года. 1979 год Национальные золотые перчатки в полусреднем весе, победив Дуга Дэвита. И Роби Синс. 1979 год Серебряный призер в полусреднем весе на панамериканских играх в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Результаты, побежденный Клаудио Перейра, Бразилия, побежденный Эдвард Грин, США, техническим нокаутом 2, побежденный Хавьер Колин, Мексика, технический нокаут проиграл на Андрос Альдама, Куба, нокаутом 2, 1979 год, чемпион страны в полусреднем весе золотые перчатки. 1980 год проиграл Алексу Рамосу в Нью-Йоркских золотых перчатках. Майк МакКаллум стал профессионалом в 1981 году. Как профессионал, он дрался почти исключительно в США, он впервые стал чемпионом мира в 1984 году, победив Шона Мэнниана и завоевав вакантный титул в БАВе полусреднем весе. МакКаллум защищал этот титул 6 раз, выиграв все 6 боев нокаутом. Его первым выдающимся соперником был будущий чемпион мира в двух весах и будущий член международного зала славы бокса Джулиан Джексон, с которым МакКаллум боролся в своей третьей защите титула. МакКаллум пережил некоторое наказание в первом раунде и вернулся, чтобы остановить непобежденного Джексона во втором раунде. МакКаллум действительно стал известен, когда нокаутировал бывшего обладателя титула WBC в полусреднем весе Милтон МакКрари и бывший бесспорный чемпион мира в полусреднем весе, еще один будущий член международного зала славы бокса, Дональд Карри в 1987 году. Карри был впереди по всем трем оценочным карточкам в пятом раунде, когда МакКаллум нокаутировал его с тем, что некоторые назвали идеальным левым хуком. В 1988 году он перешел в средний вес, потерпев свое первое поражение, явное единогласное решение судей, в попытке выиграть чемпионат в баф-среднем весе Усумбу Коламбая. В 1989 году МакКаллум победил Хирола Грэма раздельным решением судей и выиграл тогда вакантный титул в баф-среднем весе, который был лишен Коламбая за подписание контракта с чемпионом IBF Майклом Нанном. Он трижды защищал титул, победив Стива Коллинза, Майкла Уотсона и Коламбая в матче реванша. МакКаллум дрался IBF чемпионом среднего веса Джеймсом Тони в 1991 году. МакКаллум был лишен титула в ба перед боем. Бой закончился в ничью, и МакКаллум проиграл второй бой спорным решением большинства в следующем году. Некоторые считали, что МакКаллум выиграл оба боя. Затем МакКаллум поднялся на две весовые категории и выиграл титул WBC в полутяжелом весе у Рэндалла Янкера. Затем выиграл полный титул WBC, обойдя Джеффа Хардинга в 1994 году. Ему было чуть больше 30, и он недолго удерживал корону, уступив титул Фабрису Тецецеу. В 40 лет он попытался вернуть вакантный промежуточный титул WBC против Роя Джонса-младшего в декабре 1996 года, но проиграл решением судей. В своем последнем бою МакКаллум проиграл резиновый матч Джеймсу Тони единогласным решением судей в поединке тяжелого. У МакКаллума был профессиональный рекорд 49,5-1,36 нокаутов. Он никогда не был поражен как профессионал. После того, как МакКаллум ушел на пенсию, он переехал в Лас-Вегас и стал тренером. Он был занесен в Международный зал боксерской славы в 2003 году.